В областном центре подвели итоги фестиваля «Моя семья, моя гордость». Творческий конкурс управление МВД проводит уже в шестой раз. Участие в нем приняли сотрудники полиции и Росгвардии, их семьи, а также ветераны служб. Можно ли совмещать творчество и нелегкие служебные будни? Участники конкурса отвечают на этот вопрос утвердительно. Не будем говорить о боевом духе, а то, что неизгладимое эстетическое удовольствие получают сотрудники и творчески развивается, то это правда, и это очень полезно для сотрудников. Потому что все думают, что сотрудники силовых структур достаточно люди прямолинейные, суровые. Но если мы посмотрим на все эти работы, то увидим, что это не так. Мы все разные, по-разному видим мир, но мы все равно видим его одинаково прекрасно. Ивановские полицейские не только талантливы, но и разносторонне развиты. Есть среди них музыканты, вокалисты и поэты. Фотографы, художники и даже модельеры. Но если бы была номинация на самую творческую семью, победу однозначно одержали бы Зотовы. Роман служит в патрульно-постовой службе и увлекается вокалом. Его супруга Мария обеспечивает ему надежный тыл и создает вот такие оригинальные аппликации. Эта алмазная выкладка называется «Картина дерева счастья». Это очень-очень много маленьких алмазиков, которые на клее сажаются. То есть очень кропотливая работа, но при этом безумное удовольствие это все выкладывать. То есть потом, потому что видишь результат этой работы. Для творчества, в принципе, можно всегда найти время. Это выбор каждого человека. То есть лично у меня время остается, и я себя посвящаю творчеству. Для меня это важно как самовыражение, ну и снятие определенных стрессовых нагрузок. Самых талантливых сотрудников и членов их семей поощрили. Но не ради победы художники и музыканты в погонах создают всю эту красоту. Так что в итоге лауреатом себя чувствует каждый. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.